С просьбой делаю пояснение по сорок восьмому уроку. Так, ну сорок восьмом урок у нас достаточно длинный получился. Я пересмотрел его еще раз, смотрю, в час пятнадцать с чем-то он у меня переделал. Так, ну естественно, я вам давал методику в основном, объяснял, как на ней работать, а вопрос получился у нас следующий. Вот видите, я в процессе объяснений часть кодов поместил на сцену. Ну и, соответственно, народу, как говорится, нравится делать самому вот такие вот коромыслы, вот эти вот все, галерейки, но вот они хотят все вот это вот дело обменить, скажем, в один мувик, потом этот мувик куда-то перекидывать, вставлять в какие-то свои проекты, сайты там, еще что-то. Ну вот сейчас тогда покажу, на чем я тогда остановился. Помните, я хотел там сделать, чтобы они вылетали, это как бы при вас был эксперимент. Ну давайте я их удалю, все вот эти, то что я попытался там эффект доделать. Ну и прежде всего, значит, что у нас тут? Вот добавили, вот он у нас получился, где-то мы ускоряемся, да уже было, где-то меняем направление, срабатывает это все дело, хорошо, но у нас, как сказано, вот это бы, все неплохо бы, поместить в отдельный мувик и потом с ним дальше что-то делать. Ну что ж, давайте попробуем это сделать. Значит, беру все вот это вот, выделяю. Да, прежде чем вот это вот все делать, не бойтесь, вот то, что на сцене, код, рассматриваете эту сцену как один большой мувик. Вы просто тогда все вот это меняете в мувик и код, который на сцене, в данном случае на сцене, просто перемещаете в мувик, который вы создали. Вот, а со сцены этот код, естественно, потом удалите. Но, когда вы перемещаете все это в мувик, не всегда у вас получаются все эти коды, ну, рабочими. Сейчас буду вам последовательно объяснять. Ну вот, предположим, если вы 48-й урок еще раз пересмотрите, то вы помните, когда я добавлял на картинке вот эти вот кодики, на все вот эти вот, да, то, видите, у нас в прошлый раз он не мог найти функцию bpick, то есть где она, где вот она его не видит, помните, не видела эту функцию. И мне пришлось добавить ru. Если я сейчас тут ничего не меняю, а просто коды возьму и перемещу в новый мувик, она может просто не найти, где они находятся. Так, давайте я вам как бы подкорректированно вот это вот седьмой сейчас сохраню, сделаю, скажем, ну, давайте так и буду продолжать. Восьмой. Добавили коды на картиночки. И потом буду все это объединять. Так, добавили коды на маленькие картинки, исправили все вот это дело. Ну а теперь вот так вот делаем. Раз. Шесть удерживаю. На последнюю. Все выделили. Правой клавишей на получившемся. Говорим, группируем. Мувик какой-нибудь. Назовем его, скажем, так от фонаря. И теперь код, который у нас на сцене, вот он, я выберу, копирую, Ctrl-C, иду в мувик, вставляю, вставляю. Тот, который здесь был, удаляем. Ну давай проверим, что у нас будет. Так. Раз. Два. Ага. Видите, он немножко не понимает. То есть, как раз таки, видите, появляется. Какой у нас? Самый верхний у нас получился вот этот вот. То есть, не работает у нас как раз таки функция, которая обновляла, помните, вот эти вот картинки. То есть, смотрите, у нас, помните, функция была B, пик. Ну и вот это вот. Где мы в свое время ее прописали тогда на сцене. Вот на этой сцене. И заявили, что у нас visible, все вот эти вот большие картиночки у нас равны нулю. Visible, когда B, пик, равно нулю будет. И вот, как вот сейчас мы увидели, она вот действительно у нас не работает. Почему? Потому что я при нажатии на какую-то из картинок B, пик, она не видит. Может быть, она сейчас его увидит? Ну вот я смотрю, скорее всего, мы тогда прописали полный путь, потому что B, пик у нас был заеден на сцене. А теперь он у нас получается в менюшке, ой, в этой самой, в мувике МММ. Ну что, так и продолжаем. Помните, у нас было с часами тогда, на дочку. С часами тогда у нас, помните, были, когда стрелочки, мы все коды прописали на сценке. А потом я вам постепенно, постепенно, как бы, переходили мы к понятиям, что такое root, parent, this и так далее. Я вот сказал тогда, помните, когда у нас были часы и все вот эти стрелочки ходили у нас на сценке, то когда я все это объединил в один мувик, скажем, то все вот эти вот стрелочки, все кодики нужно было привязать по-новому, то есть нужно было либо полный путь, root и так далее, получившийся мувик, который вот у нас вот этот вот есть, либо относительные какие-то величины нужно было здесь, вернее там. Так вот, то же самое здесь. Я иду и говорю, ага, значит, у нас путь, у нас добавился же МММ, незаменный наш, да, B, пик, вот путь, теперь он, а давайте сейчас везде вот такой вот и допишем. Так, на первой, на второй, на третьей. Допишу. Вот до шестой добавили и теперь смотрите, ну я для них чуть попозже сделаю, я уже просто не терпит и самому, значит, посмотреть, как она, ага, ага, не видят, оп, оп, ага, вот теперь функцию увидела она, но на эти, наверное, она не будет работать, видите, функция не обнуляется. То есть, как я в 48-м уроке говорил, я сейчас могу просто удалить вот эти вот две, скорректировать и переобозвать их, либо вот этот вот в каждой точно так же добавлю по кодику, где вот у нас вот здесь вот были, МММ-ки, вот эти вот, ну давайте сейчас я добавлю все это сам. Так, ну вот я добавил по всем, по left, right и так далее, все вот эти вот добавил путь, который у нас получился из-за того, что у нас получился теперь здесь, а на сцене кодов нет, кодов нет, они все у нас здесь. Соответственно, функция вот эта вот, она у нас и отсюда переместилась вот сюда, снижает на код, рут, МММ и так далее. Можно было бы потом попробовать, когда я, может быть, это, в общем, через parent, ну сейчас попробуем, я вам сейчас сохраню это, скажем, как 9. Так, ну вот сделали одним МУГиком все это дело. Так, ну теперь давайте посмотрим сразу, наверное, в каком-нибудь взвешенном. Давайте, раз, два, так, там должно пристроиться. Ага. Давай сюда, давай, давай, давай. Так, я не помню. А, ну да. Мы сюда эффект не вышли. Так, ну что, вроде все работает. Ну вот вам все, наверное, объяснение понятно. Значит, еще раз хочу вам обратить внимание, что я вам не даю шаблоны, как бы. Я даю вам почву для того, чтобы вы учились. Я, видите, все при вас делаю, вижу ошибку, смотрю, как ее находить. И здесь тоже не воспринимайте, как вот эти вот картиночки. Я вместо них, ну в общем, как по старинке нас всегда учили. Вот вам калька, в нее только вносите свое, свои надписи. А тут создавайте свое конкретно, какие подводные камни вот раз при этом встретились. Вот вы сейчас поняли, например, просто бить в мувике. Что при этом? Нельзя просто так было код перенести тупо. Нужно еще было посмотреть, а какие связи, зависимости между этими пирамбами. И вот когда вот я вам обратил это внимание, видите, она вызывала функцию. Я не могу это иметь. Функцию там она вызывала. И вот путь у нас, поскольку поменялся, вот это вот название мувика нужно было добавить. В данном случае, например. Так, ну теперь, если мы этот мувик просто берем, копируем, какой-нибудь другой вставляем, поймет он у нас, или нет, или нет, или нет, или нет, или нет, или нет, или нет. Вставили мувик. Так, интересно, у нас будет ехать или нет? Тут же нужно все физические свойства делать. Ну-ка вот мы вставили, у нас экспорт, ведь они не включены пока. Он у нас сейчас сразу не поработает. Видите, стоят. То есть вы тоже учитывайте это. Вам же уже в сорокосном уроке, я уже вам показывал, что перенесли мувик, а почему-то они работают. Все коды у нас есть. Что же такое? Не забывайте, включи. Use physics properties. То есть используй физические свойства. Почему? Потому что мы используем там вот эти вот операнды, как, где они тут у меня, менюшка у меня была, да, вот она. Вот они, VX мы тут использовали. Почему? Потому что до этого мы изучали вот эти вот все операнды, где они тут у меня, скорость вот этой, свойства дополнительные. И теперь, если я вот в новой менюшке, не здесь, где у меня уже включено, а здесь, где мы только что поставили галочки, windows export, вот эти вот, то сейчас они у нас заработают. Ну-ка. Ну вот, уже заработали, видите? Ну вот так вот. Так, понятно. Ну вот, все вам объяснение.